Дорогие зрители, представляю вам Пауля Таммерта, лучшего налогового теоретика Эстонии. И сегодня мы с Паулем поговорим на тему налоговой политики Эстонии, моделей, что хорошо, что плохо, что можно изменить, может быть, чего-то изменить нельзя. И Пауэль, как оригинальный мыслитель, я думаю, предложит Эстонии новую модель бизнеса, социума и, конечно, системы налогообложения. Я очень на это надеюсь. Потому что все в Эстонии говорят о новых идеях, о том, что они нужны. И кому, как не мыслителю, учёному эти идеи предлагать. Итак, начнём с того, нравится ли вам вот эта существующая система налогообложения в Эстонии? Я думаю, что никто никогда не доволен с этой системой, что-либо есть. Но с другой стороны, если ты посмотришь, что человеческая цивилизация развивала 6 тысяч лет уже, тогда в течение 6 тысяч лет все попробовали уже. Так что думать, что мы сумеем выдумать что-то совсем новое, это иллюзия. Все уже были, все разные варианты попробовали и узнали, какие результаты. Поэтому, если ты хочешь действительно хорошую налоговую, печатную или общее название фискальную политику сделать, тогда посмотри начали на историю. Потому что все варианты попробовали, и мы можем посмотреть, какие были результаты. И это с одной стороны. С другой стороны, мы должны подумать, что, или понимать, что в конце концов, люди, конечные потребители, которые купят это всё, в конечном итоге они все эти налоги платят. Всё проблема только или вопрос в том, как мы эти деньги собираем. Потому что, в принципе, есть три возможности. Или мы поставим налог на твой прибыль, если у тебя есть прибыль. Или мы поставим налог на оборот, налог на оборот, или value-added tax, как английский называется, или на имущество. И если мы будем использовать налоги на прибыль, это, с одной стороны, очень многие люди посмотрят, что они, вот некоторые, успешные. И они имеют, заработают очень большие деньги. Это несправедливо, что мы жадные, мы хочем, что давай берём от этих, кто заработает слишком много, берём от них деньги и разделим это между нами. Так что, в принципе, это обычно, что берём от богатых и разделим это на бедных. Но эта идея, в принципе, очень хуманная и очень хорошая. Но вопрос в том, что вот надолго ли вот эти люди, которые, в принципе, организируют и сделают, организируют разные предприятия и благодаря кому у нас, у всех есть работа. И если мы от них всю эту прибыль будем отпираться, тогда, в принципе, они кончают. Они думают, а почему я здесь рискую и занимаюсь только, давайте я буду тоже вместе с вами. И мы все будем бедные, и никого нет, работа, потому что невыгодно. Потому что если я не имею прибыли, я не буду это. Я занимаюсь, использую больше силу или больше энергии, или больше своего ума, если я получаю больше прибыли. Но ведь существует Дания, Швеция, где есть вот эта прогрессивная шкала налогообложения. То есть не важно, сколько берут, а важно, сколько остаётся и хватает ли этого тебе. И тут речь идёт о жадности, наверное, просто, что денег им никогда много не бывает. И может быть, о внутренней вот этой конкуренции, что ли, между богатыми людьми. А кто больше заработает? Нет? Ну, это опять, это как посмотреть. Во-первых, это или мы поставим налог на прибыль лично, двою, человека, или на предприятие. Если мы берём, например, от предприятия, кто успешно, тогда, в принципе, в Германии налог на прибыль 35 или дальше больше, 40, очень высокий, я не помню, сейчас. Но в конечном итоге они относительно, внутренний кросс-национальный продукт, народный продукт, они получают меньше, чем в Эстонии. Потому что, да, налог сам, рейд или эта мера, это очень высокая, но там есть очень много дырки для успешных предприятий, которые сумеют купить это юристы и использовать все эти разные возможности. Поэтому это иллюзия. И поэтому есть это, у тебя два возможности. Если ты хочешь много получать, или мы поставим налог на прибыль на всем ровное, у нас очень большой базис. И чтобы получать тот самый день, у нас хватает от маленького, очень низкого налогового мера. Может быть, даже 15 фаталов. А чем больше, у них это трудно, у пенсионеров трудно, мы не будем от них налоги взять, у них это много детей, или, может быть, у него предприятие, которое очень важно, или он будет сделать нам очень много рабочих мест, дадим ему это освобождение от налога, от прибыли. И чем меньше и меньше у нас останется эта базис, чем выше поднимается эта налоговая мера или рейд. И поэтому, или мы хотим, чтобы только некоторые платят, и очень высоко, но в конечном итоге они не будут платить все равно, потому что ни один государство никогда не сумел от богатых этого налога получать. Я не знаю такого ситуации. Или мы пускаем его вниз, чтобы все ровно будут платить. И в конечном итоге все довольны, потому что, в принципе, это уже 30 лет назад, это юдеические государства поставили, что 10% это нормально, никто не будет это протестировать, если 10% дашь на общество, чтобы жить спокойно и хорошо. А если у тебя уже, как в Америке, во время Втором мировом войны налоговая мера на больших прибыли 96%. 96%. Это, во-первых, что значит война? Война начинает, значит, что ты будешь очень много платить государство, и вот тогда появились вот эти парадизы, налоговые парадизы, там острова, чтобы не платить такую налогу. Потому что почему я работаю, если мне останется только 4%? Я идиот. И поэтому я хочу сказать, что налог на прибыль, в принципе, сделает больше плохого, чем хорошего. У него вредное влияние, потому что я, в конце концов, не думаю, а почему я плохаю? Я беру тоже спокойно, давайте платите мне эту гражданскую зарплату, это 500 евро, я согласен, доволен. И я не буду заниматься и тебе работу сделать. Поэтому это... Но это вопрос отдельный, вот этого основного безусловного дохода, потому что, ну, проводились эксперименты, и люди, получая деньги просто так, от государства, но они их не пропивали, они пытались самореализоваться, воплотить свою мечту в реальность, создавали какое-то предприятие, нанимали работника. Никакое, не все. Но, понятно, что не все, но такой и нету задачи, чтобы все, как бы, это дело уже выбора. В конце концов, ну, люди будут эти деньги тратить на что-то, и таким образом они спровоцируют внутренний спрос, правильно же? Что и нужно. Вот. Кроме того, люди не будут бояться рисковать. Окей, но мы сейчас о другом говорим немножко. Я просто хочу на следующий. Аналогия... Если мы берем... Это первый балет, налог на прибыль. Но тоже мы можем совсем... Например, если ты берешь вот эти острова, налоговая парадиза, там нет налог на прибыль, там есть налог на обороты. И когда вот эти острова, они сами очень много, мало производят, тогда все надо привести. И, в принципе, результат тот самый, что я или у тебя налог на прибыль нет, а ты платишь налог на обороты. И когда... Но это влияет совсем по-другому, потому что, ну, товары дорогие. А что сделать? Нет, альтернатива нет. Если на другой остров невозможно ехать, тогда это ты купишь. А в то же время ты стараешься работать по Польше, чтобы получать больше, что купить. И все эти проблемы отпадают, которые с налогом от прибыли. Так что, в принципе, что я хочу сказать, что налог на прибыль вредит экономическому развитию. Налог на обороты совсем неутральный. Потому что там просто вопрос, или у меня хватает деньги, или не хватает деньги. А я не буду злой на государство, или на предпринимателя. Ну, что сделать? Это реальность. Хочешь, не хочешь. А третий, самый хороший налог в реальности, это если мы будем поставить налог на имущество. Потому что, в принципе, от чего выходит цена, например, земли, или дома, или машины. Твой дом, но ты хочешь свой дом продать, но ты скажешь, что это цена, это рыночная цена. А откуда выращивается рыночная цена? Рыночная цена выращиваться от этого, есть требования или нет требования? А требования есть, если вот это хорошее место, здесь общество, транспорт, здесь спокойно, здесь нет криминалов, там детский сад, там недалеко магазин, все очень удобно. А то, что у тебя это было спокойно, что криминалов там не было, чтобы там магазин был, чтобы там детский сад был, что там спасательная станция недалеко. Для этого надо платить очень много деньги, чтобы государство или местное управление имели эти деньги, чтобы платить зарплату полиции и пожарникам, и детский сад, людям, которые работают в детском саде. Так что, в принципе, там получается вот очень интересный эффект. Если я не плачу, я не буду платить это на роге, от имущества, я думаю, я буду богат. А в результате вокруг твоего дома выращивается криминальность, и никто больше не хочет твоего дома купить. Так что, в принципе, ты сохранили, может быть, там тысячи евро, но потерял десять тысяч, потому что цена твоего имущества упадает. Что выгоднее? Или платить тысячи на государство или местное управление, или быть более богатым от имущества, или сохранить эту тысячу, но потерять десять тысяч. Так что, в принципе, получается то, что те, которые самые богатые, если они реально, действительно понимают, тогда им выгоднее платить больше за эти налоги, потому что тогда их имущество будет больше платить, потому что, почему земля в России дешевле, чем в Эстонии, почему земля в Эстонии дешевле, чем в Англии. Потому что в Англии там больше рынка, больше людей, больше порядка, больше это, ну, все выгоднее. Денег больше. Там дороги. Если у тебя, если вопрос, например, другой пример, который очень много принес, ты построил, скажем, у тебя чудесный кусок земли, там сосны, там озеро, там чудесное спокойствие. Сколько это, по гектару, или на 10 гектару такого земли стоит, если он где-то, там, за Нарвске, где-то в лесах, куда ни одного дороги не несет? Сколько эта земля стоит? Да, я думаю, что очень дешево. Или ничего не стоит? Почти, потому что ты не можешь его использовать. А если, вот скажем, сделаем бизнес, это я плачу это государство, сделаем это по-черному, что вот если следующий государ, если следующая партия, которая придет, они построят туда дорогу. И твоя чудесная земля, которую, в принципе, ты, которую не можешь использовать, туда построят хорошую дорогу, и твоя земля станет очень ценной. Что я хочу сказать, что цена от этого, от земли, от домов, от всего, это зависит от того, сколько мы сумеем тратить и наводить порядка вокруг себя и удобства. Да, но это ведь... Один момент еще. И, в принципе, скажем, есть такой, 10% налог на прибыль отвечает на 1% на имущество. Так что, или мы берем, скажем, 25% от налога от прибыли, или мы берем 2,5% от ценности прибыли, и, в принципе, получается тот самый. И, если вот, скажем, скажем, что у нас, если ты спросил, какую систему была бы в Эстонии хорошая, по-моему, была бы самая хорошая система, что вот у нас налог на прибыль будет 10%, а налог на имущество будет, скажем там, ну, 3%, но не только земля, а и дома, и машины, и самолеты, и катера, и, в принципе, акции. И что получается, тогда, в принципе, если я беру, скажем, 3%, обычно говорят, что это нормальный маргинал от имущества это 10%, если ты, ну, будешь иметь 10% прибыли, и платишь от этого 3% государства, у тебя остается 7%, в принципе, мы оба победим, у государства будет 3%, у тебя будет 7%, а если это просто эта земля стоит, и никто его не использует, тогда нет ни работы, нет оборота, и никто это ничего не получает. Но вот с этой точки зрения, конечно, налог на имущество это очень правильная вещь, потому что люди покупают землю и все, и ее никак не используют, да, и никто не может там ничего построить, вырастить, что-то там еще, да, поэтому это бы стимулировало людей заниматься активностью. Или занимайся, или продавай. Да. И никакого проблемы, и совсем справедливо, и с другой стороны, это цена твоего имущества, это выходит от рынка, а рынок это как ситуация, вот скажем, если один местное управление очень ленивое, ничего не сделает, там жизнь плохая, значит налоги, налоги маленькие, а деньги тоже нет, и все будет плохо, и есть плохо, и будет плохо, а другое, скажем, местное управление будет подниматься, они берут деньги, построят тебе новый детский сад, они построят там порядочные дороги, на велосипеды и на машины, и твоя машина цена, ты не все время ходишь на ремонт с моей машины, а ты, это, в принципе, по конечному в итоге тебе будет гораздо выгоднее платить больше налоги, и в то же время ты платишь от этого, что у тебя есть, потому что, понимаешь, это один момент, как стать богатым, это, что вот прибыль, в принципе, это, ну, у меня без налогов, или даже, все равно, или налогом, не налогом, а реально, я заработаю больше всего от имущества, а это имущество, в принципе, все расходы, вот эти детские сады, эти ты платишь, я ничего не плачу, потому что, значит, если у меня есть земля, дома, если я их не использую, ничего не случается, все равно, государство тратит деньги, что там полиция была, и это базарник, и это все в порядке, и дороги построили, сделаны, я его использую, но не плачу, а платишь ты, а если бы было это налог на имущество, тогда это, в принципе, платили бы те, которые имели, и в принципе, на тебе, скажем, если, с другой стороны, еще, если бы поменяли такую систему, что случилось, молодые люди, которые получают 20% или 10% больше прибыли, потому что налог будет уменьшен, в принципе, мы можем даже идти на ноль, что, в принципе, налог на прибыль нет, все деньги бой, а если, в принципе, ты будешь платить за квартиру больше, а не ты платишь, ты платишь, если ты арендуешь эту квартиру, ты платишь тому, который арендует тебе, так что, в принципе, это, вместо этого, чтобы молодые люди или бедные люди платили, будут платить богатые люди, но богатые люди будут платить налоги только за того, что они используют, не то, что они платят больше, чтобы разделить. Дело в том, что люди-то вообще-то не хотят платить ни за что, правда? И обладая имуществом, но они просто будут продавать это имущество и снимать, если так дешевле. Кто-то другой заплатит. Будет хоть купить и арендовать тебя. Ну и что плохого от этого? Если он продает, если не хочет, не хочет. в принципе ты можешь это, если ты живешь, но в принципе в этом ситуации ты можешь отойти до ситуации, что в принципе ты налоги не платишь, потому что, если, скажем, налог на прибыль вообще нет, тогда это самое, я все деньги, деньги, что я заработал, я получаю, я живу в квартире, которую арендую, ну скажем, что там еще это обычно на, ну скажем, там до 50 тысяч судьба вообще налога, налога нету. Если у тебя имущество, или деньги, или акции там до 50 тысяч, это свобода. А если ты больше, вот тогда будешь платить. И в принципе, если у меня там 10 тысяч на это банке, в принципе, это я живу в квартире, которую арендую, я катаю на машине, которая тоже арендовая, у меня никакого налога нету. Ну в принципе, ты все таки платишь налоги через вот эти абсолютно службы, которые ты платишь за аренду, за аренду квартиры, за аренду машины, ты просто через других людей платишь. Ну в принципе, ты платишь справедливо за того, что ты используешь. А никакого такого, ну чтобы мы переразделяем, вот такого надо бы избежать мою идею. Ну да, в этом есть, конечно, рациональное зерно, тем более, что когда люди будут больше зарабатывать, у них будет больше оставаться, им что-то иметь захочется, правда, свой дом, опять же, вот, и так далее. И в принципе, что еще, где можно сказать, что несправедливо, вот несправедливо такая система, вот скажем, на пенсионера. Вот ты уже богатый, у тебя там, огромная земля, там, это дорогой дом, у тебя дорогая машина, а ты не используешь. В принципе, у тебя есть имущество, но они ничего не принимают, принесут тебе. Ну так же, если у тебя, у меня только для личного, это там, феррари, там, катер, и личный самолет, и ничего не принесет, тогда ты платишь. И ничего не получается. А если ты поставишь их заработать, получаешь ты, и получаешь государство, и вот, самое плохое, это вот, может быть, такой пенсионер, богатого пенсионера. Но там тоже будет... И жадного. Но там будет тоже, окей, ты платишь это 2%, а это 2% каждый год от этого цена, это у тебя пойдет 50 лет, до этого, когда ты дойдешь до ноля. И если у тебя 50 тысяч, еще не успеешь, тогда оттуда больше налоги не платишь, так что хватает, то смерти. Ты можешь даже жить, как роди, ничего не заработать, и все равно будешь чудесно жить. Ну да, конечно, но пенсионеры-то тут, в общем-то, имея имущество, стараются его сдать, и еще больше заработать, так, чтобы кто-то, как такой скупой рыцарь, просто осидел бы на своих этих самых сокровищах, нет, они пытаются заработать. Тогда он не получает, и ничего плохого. 7% тебе, 3% или 2% государства. И все правильно. Ну да. Справедливо. Потому что, в принципе, справедливая система, то было бы то, если каждый платится от того, что он потребляет. Это было бы, нет, это вот, вот сейчас пенсионеры, допустим, они сдают жилье, по-черному, скажем так, они не сообщают об этом. И все в себе, и все себе в карман. А если будет такая система, жадность, да, ну, пенсионеры, это и в животном мире тоже, потому что старые хомяки, они в 3 раза больше заготавливают корма себе на зиму, чем молодые. Ну вот, а так, а вот эта система действительно позволила бы у этого пенсионера там взять что-то. Между прочим, я дошел еще до такого идеи, что принципы самые жадные люди, не богатые, а самые бедные. Потому что в этом мире, если ты хочешь что-то получать, ты должен что-то отдать. Если ты хочешь много знать, ты должен платить за образование. и тоже сделать новую работу, чтобы в эти знания свою голову это вместить. Если ты хочешь получать деньги, ты хочешь это пахать или с головой, или с руками. Ты должен, во-первых, что-то дать, что получать. А самые бедные люди, они ничего не хотят дать. Они говорят только что дайте мне, дайте мне, дайте мне. Вот почему у него столько денег? Дайте его деньги мне. А сам он ничего не сделает. Он сидит где-то дома и только это ругает. Что почему у меня нет? И в другой комнате философия. И здесь я нашел очень интересную книгу одну Хегель. И в Хегеле есть такая интересная мысль, что одни, некоторые люди любят свободу, а некоторые люди любят жизнь. И если у тебя есть выбор, или жизнь, или свобода, которую ты выбираешь. Вы меня спрашиваете. Но это большой вопрос про свободу и что значит жизнь. Жизнь я выбираю. То есть у меня есть выбор между жизнью и смертью, да? Хегель сказал очень просто. Если ты любишь свободу, ты будешь или умираешь со своей свободой, или будешь хозяином. Не только своего жизни, но и этого мира. А если ты предпочитаешь жизни, тогда ты будешь иметь жизнь, но будешь жить другого человека, жизни другого человека, потому что ты будешь раб, потому что ты не боролся со свободой. Тебе было важно только жить, а тебя будут эксплуатировать, потому что ты не боролся со свободой.